Ребята, одела я свитер, который себе там купила, новенький, да? Сейчас, короче, не хочу себя в таком виде видеть, да? Да, мне тоже уже надоело, ребята, что вы думаете? Чуть-чуть напудрюсь, но совсем чуть-чуть. Да, вот, сделаю себе чуть-чуть пудру, чуть-чуть, чтобы не видно было, я же к врачу иду. А то, не знаете, ребята, да, вот сразу там начинают, да, там, вот там, короче. У кого-то так легко. Если бы я была бы крантом, вот как крант, раз, закрыл крант, и вода не идет. Ребята, так же иногда не получается. Понимаете? Вот что думаете, мне хочется. Да, нет, конечно. Мне не хочется свою слабизну показывать, ребята, абсолютно. Потому что не такая я уж и слабая. Другие люди на моем месте вообще бы и голову бы не подняли. Приехали, может, в школу, сейчас заберем ее. Идем к врачу, посоветоваться, что скажут. Ну, там, насчет психолога хочу у него там узнать. Ну, я же вам говорила. Сделала себе ресницы, все. Эту неделю столько наплакалась. Зря я так жаловалась. Но Алисию выдерживают мои ресницы. Выдерживают все это. Жаль, румян с собой нету. Выше нос. Луня, выше нос. Все это ерунда. Неунывай, моя ласточка, не унывай. Не унывай. А, ну, это что, румянная или что? А, это просто блеск. Неунывай, моя золотая. И это пройдет. Все пройдет. Восстановишься, как всегда. Потому что другого выхода нету. У меня везде лекарства, ребята. Это, чтобы меня не тошнило. Ну, вот это не то, что не тошнило. Тут у меня аспирин. У меня уже... Уже вот так, ребята. Ну, ничего. Как говорится, мы через все это пройдем. Просто нужно чуть-чуть время. Чуть-чуть. И нужно просто взять себя в руки и все. Я стараюсь, ребята. Вот. Чуть-чуть вот эти красноту убрала. А то видно, что он... Вот так. Совсем другое. Я купила себе этот свитер. Такой свитерок. Ну, знаете, он мне чуть-чуть полнит. Да ладно. Да ладно. Ничего страшного. Я в ролике сказала. Сейчас куплю своей дочке нижнее белье. Ребята, я ей последний раз покупала нижнее белье. И мне еще подписчица отправляла, если честно сказать. Да, вот. Для моей кайтаночки. Когда ей было 9 лет. Так ей 12 лет. Уже тот день смотрю. На ней такие трусики маленькие. Я говорю, они же тем маленькие. Она говорит, ну да. Так потом проверила, короче. На самом деле, ей уже нижнее белье маленькое. И вот, когда ходила в Меркадею. Ну, вот этот, да. Этот базарчик. Купила ей там, сколько? 8 пар трусов, да. 8, по 4 приходили. Или там. И говорю там на ролике, да. Вот купила нижнее белье. И мне вчера только говорила. Ну, ребята. Ну, вы вообще цепляетесь за слова. Ну, как ребенку не купить? Она же растет, ребята. Нижнее белье должно быть свободное. Понимаете? Не должно быть в обтяжку. Это же нижнее белье. Как не купить? Вы что? Вот вы даете. Есть вещи, которые необходимо покупать. Понимаете? Необходимо. И ты не можешь это откладывать. Потому что... Они же застирываются. Они же портятся. Постоянно же меняешь. Это же... Как маечки, трусики. Это же нормально, ребята. Чего вы сразу прям так знаете там? Короче, вот так, ребята. Как говорится... Кванту градуса свой? На батюшке. 15 градусов у нас погода. Сейчас давайте чуть-чуть поснимаю ее школу. Девчата такая школа хорошая у нее. Ну, надеюсь, что... Надеюсь, что он поднимет свои оценки тоже. Знаете, в детстве меня не заставляли учиться. Потому что в детстве как... В детстве как-то, знаете... А вот я все равно заставляю. Как одна девчонка мне написала. Вот мою маму сильно заставляли учиться. И она это ненавидела. А вот меня мама не заставила учиться. И вот сейчас я ей упрекаю этим. Надо было меня заставить учиться. Вот я тоже думаю. Вот меня тоже надо было... Чуть-чуть вот к этому, да, вот вести, да. Что все-таки знания никогда не мешают. Вот. Я, например, со своей дочкой... Да, вот не все уроки могу делать. Ну, для этого я и репетитора нанимаю. Какая хорошая школа, ребята. Какая большая, какая хорошая. Так, вот это все машины своих детей ждут. Это не я только приезжаю на машине забирать свою дочку, да. Но кто живет поблизости, пешком приходит. Потому что я не могу. Это далеко немножко от моего дома, да. Они елочку... Так, сейчас я сделаю так, чтобы видно не было, что я снимаю, да. И они елочку нарядили. Такие молодцы. Тепло, ребята, тепло. Вот. Какую елочку они нарядили красивую. Прям возле... Возле этого. Очень красивая елочка. Уже детки выходят. Не хочу деток снимать. Потому что... Зачем это надо? Ой, жду свою доченьку. Жду свою радость. Почему у вас так это... Вас это так... Вам это так режет ухо, когда я говорю, моя доченька. Так я ее всегда так называла. С рождения. Моя радость. Моя доченька. Моя золотая. Так я же ее тетя, ребята. Я же не какая-то там соседка. Да? Не знаю. У нас в Дагестане это нормально. Тетя всегда была вторая мама. Знаете, моя бабушка тоже мне говорила. Это доченька. Папина мама. Мне говорила. Кызы. Да? Вот так. Ой, дети выходят. Такие хорошенькие. Ладно. Не буду записывать тут. Ей это очень не нравится. Она мне говорит, только возле школы не записывай. Чтобы там... Ну, никто не догадался, да, что... Не спросили ее, да, вот почему ты записываешь. Тут другая школа рядом, напротив. Это Агустина называется школа. А это Маристос называется школа. Они чуть-чуть, мне кажется, позже выходят. Или чуть-чуть раньше выходят. Тут училась... Здесь в этой школе у моей подружки сын учился. Тоже считается элитная школа. И все, да? Ну, ребята, знаете, тоже я вам скажу. Элитная школа, все, что хочешь. Ну, вот она вот тоже вот... Это моя знакомая. Тоже со своим сыном намучилась. Она его и психологом таскала. Куда она его только не таскала, этого ребенка. А ему только любовь нужна была. Я вам серьезно говорю. Это мое мнение. Может быть, я ошибаюсь. Я там не жила. Но мне казалось, что ему так не хватает вот этой поддержки со стороны мамы, да? Потому что она была настолько строгая с ним, настолько строгая. Постоянно она его критиковала. Ни одно слово ласкового не говорила. По крайней мере, то, что я видела, да? И вот сколько ему было лет? 19 лет. Он... Она такая, вот, смотри. Ну, она в него, хоть сказать, что много вложилась, но такую дорогую школу повела там. И он не оправдал ее ожидания. И он 18 лет. Ему 18 с лишним было. Ну, может быть, 19. Оставил девчонку одну беременную. Он познакомился там с ней. Чуть-чуть встречался, и она забеременела. Ой, ребята, если бы вы видели, как он... Как она его критиковала, как она там нам говорила, вот, ну, мол, так он меня подвел. Это было сколько лет назад? 8 лет назад. Так, у нее... У него 8-летний сын. Он... Он не доучился. Он... Ну, она хотела, чтобы он там в университет поступил. Там туда-сюда, как ее старшая дочка. Ее старшая дочка математику закончила. И до 30 с лишним лет замуж не выходила. Ну, в учебу там вкладывалась. И это все вышла замуж. И сейчас у нее тоже ребенок. Все. Но суть в том, что... Суть в том, что... Вот, ее сын работает. Вот это Меркадон уже есть. В Меркадоне работает. Этим. Который вот возле двери, там, проверяйте, если там украдут. Там как охрана, да? Она такая, вот, позор. Охранщиком работает. Почему позор? Работает мальчик. Снял себе квартиру, ребята. Живет с этой девочкой. Сейчас уже второй... На второго ребенка она беременная. Они говорят, девочка будет, да? Мальчик такой довольный. Такую девочку себе нашел. Она чуть-чуть крупнее него, казалось, да? Он такой светленький, симпатичный мальчик. Она крупнее него, да? И вот... Ну, знаете, на вид нормальная. Не красавица и не урода. Нормальная девочка. Зато какая хорошая, какая ласковая. Он такой счастлив. Он такой счастливый. Я его... Он ко мне очень хорошо относится. Мы часто, когда его видим, останавливаемся. Как ты? Что ты спрашиваешь, да? Он мне сказал, я так счастлив. Тетя Наталья, я так счастлив. У меня такая хорошая жена. Мне так с ней повезло. Она такая добрая. Она такая отзывчивая. Она такая хорошая. Я говорю, сыночек, как я рада за тебя. Кажем, разом меньше к своей матери ходят. Не хочет ходить к своей матери. Начинаю. Да он мне это уже высказывался. Ай, моя доченька уже все, пошла. Итак, идем к врачу. И вот, знаете, ребята, она говорила постоянно, посмотрим, что с тебя выйдет. Ты без меня никто, ты без меня ничто. Доченька, привет. Пацируль подаешь? Ай, моя радость. Как школа? Хорошо? Так, давайте я с ней чуть поговорю. Девочки, ребята мои, вот видите, пару дней только вот мы с ней, да, вот говорили, все. Она пару дней только начала книги брать. Сегодня за историю десятку получила. Это как экзамен, но работу, короче, за свою работу. Десять получила, ребята. И биология, да, биология. Куанта? Семь, восемь, десять получила. Это почти восьмерку, ребята. Когда проносила четверки, тройки. Видите, ребята? Я же говорю, с любовью и добротой все можно добиться, мои золотые. Вот поговорила я с ней, успокоила душу моему ребеночку. Блин, это подъехали. Ребята, какой район дорогой. Ну, здесь он так пустынно, но такой он дорогой. Идем к врачу, сейчас посмотрим, что врач скажет, с ним тоже посоветуюсь, поговорю. Ребята, тут мне нравится. Ну, чем судьба не шутит, ребята? Может быть, будет такой момент, что у меня будет финансово позволять себе столько, что я смогу своим детям вот тут кусочек земли купить, чтобы они потом построили себе домик. Потому что этот район очень такой престижный. Хотя не в этом счастье, ребята. Это тоже говорю. Вот, я сюда в одних трусах приехала. Вот как есть. Сей, пойду сей. Вот как есть. Не вот так просто, которые люди говорят. Вот там, у меня даже чемодана не было. Какой-то чемодан. У меня рюкзак был, в рюкзаке только мой паспорт был. Вот и все. А тут, конечно, живут люди, которые... Вот видишь, Каитана, вот тут люди живут, у которых хорошее образование, хорошая работа. Вот с чем мне Испания нравится, ребята. Что тут своим трудом можно все добиться. Все, ребята. И только своим трудом, своей головой. Никакой мамы, никакой папы. Ты можешь быть из обычной семьи. Но если ты трудишься, если ты себе цель ставишь, ты можешь всего добиться. Видите, я обычная... Ну, тогда гладила, да? Гладили. Ну, конечно, много часов, много труда. Ну, это все с трудом. И вот мой муж. Мы вдвоем. Посмотрите, какой дом мы выстроили. И не потому, что... Не потому, что нам кто-то помог. Мы сами. Вдвоем с мужем. Все это мы заработали. Кредиты. В долги лезли. Все это оплачивали. Но ни разу мы не сказали нашим родителям, помогите, мы не доходим. Все, что мы взяли, мы все заплатили. Мы все расплатились. Но сейчас нет ни одного кредита у нас, ребята. Спасибо Всевышнему. Ну, это ненадолго. Но ну что? Самое главное, что мы их можем оплачивать. Понимаете? Потому что я... Потому что мы хотим сейчас еще один кредит взять, ребята. Но насчет... Не получается, ребята. Ну, никак не получается у нас собрать такую сумму. До марта месяца. Хоть многие думают, что я... Как когда мне написала, подпольная миллионерша. Ой, дай Аллах. Чтоб твои слова дошли до Всевышнего. Деньгах счастья нету, но она так помогает. Мне нужен свет, ребята. Прям вот нужен и все. Расширить мне надо. Мои солнечные батареи. Вот. Такой свитер. У них снизу вот эти... Это можно убрать. Вот эти висюльки. Не нравятся мне эти висюльки. Ну, ладно. Солнышко. Ее спортивная форма. Это школьная, ребята. Обувь тоже школьная. Ага, мне тоже нравится. А, этот... У нее спортивная форма. Очень даже нравится. Как ты без настроения. Это она когда десятку пронесла. Ты должна улыбаться. Солнышко, радость моя. Туда иди чуть-чуть аккуратнее. Да. Ее пригласили... Ее пригласили в гости. Завтра она идет к своей однокласснице. Ее часто приглашают, но она не всегда хочет идти. Вот. Пришли сейчас в центр. Салют. Это здоровье на испанском. Этот. Сейчас посмотрим. Что нам скажут. Мы хотим врача поменять тоже. Потому что уже 12 лет. Уже взрослый... Взрослый врач должен быть у нее. Уже не педиатр. Ребята, короче, мы ходили к врачу. С кайтаночкой. Обсмотр был у нее. Посмотрели все. Сказали, что с позвоночником нужно... Короче, назначили нам... Назначили нам этот... Снимок сделать на позвоночник. Там чуть-чуть скривление, видать, есть у нее. Но она и поэтому, наверное, вот так сутулится. Ну, сделаем снимок. Все. Поговорила я с ним. Сейчас с Ивана тоже жду. Поговорила я с ним насчет детского психолога. Ну, мол, если он знает кому-нибудь доверенное лицо, все. Он на днях нам позвонит, короче. Он посмотрит. Вот он за себя тоже, короче, сказала. Вот так, короче. Ну, поговорила я с ним, короче. Это так. Знаете ли я сейчас, да? Это самое. Теперь пришла сюда на массаж. Хотела я массаж в этих... Здесь. Я не думала, девчата. Ну, я первый раз такое делаю. Ну, массаж на спину мне делали много раз. Но такой, который она мне сейчас делала, это впервые. Ребята, в трусах меня уложила. Прям вот, прям, ну, только тусы, короче, на мне были. На жизнь, говорит, вот так. Я легла. С кончика пальцев до, короче, до суды. Она мне промассажировала все. Целый час, ребята. Потом сказала, повернись. Никогда мне вот здесь массаж не делали. Прям вот сюда, прям так нажимала. Да, вот сейчас такое ощущение у меня релакса, да. Потом здесь тоже как-то она потрогала. Короче, вся в масле. Девчата какое-то там масло. Она сделала там на руке. Она сказала, что натуральное все, да. Короче, драться все, короче, все сделала. Замечательные девчонки. 35 евро с меня взяла. Но это стоило этих денег. Она чуть-чуть больше часу со мной задержалась. Она меня спрашивала, ну как, ну как. Я говорю, все хорошо. Этот, я говорю, этот месяц и прошлый месяц, говорю, я, наверное, из самых лучших клиентов у тебя была. Я говорю, так что, говорю, что-нибудь бесплатно тоже можно мне сделать. Уже столько денег я тебе отдала. То чистка, то массаж на лицо, то одно, то другое. Теперь на все тело, короче. Она такая, да, 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 такая, ну любезная. Но, конечно, девчонки, за деньги любой твой каприз. Понятно, да? Вот, ну, не жалею, ребята. А, мой муж пошел. Не жалею, ребята. В себя вкладываю по чуть-чуть, да. Вы говорите, вот, держи деньги. Кухня. У меня на кухне тоже деньги есть. На здоровье это в первую очередь. Если у меня здоровья нет, то мне зачем эта кухня нужна? У меня эти головные боли не проходят, ребята. Я все-таки думаю, что это на испанском называется цервикали. На русском не знаю, ребята, как это будет на русском. Вот эти места, да, вот хондроз, это все, она мне так все хорошо помассажировала. Вот, действительно, что она руки мне не помассажировала. Ну, значит, так, короче, как-то она называлась, да. Но все равно, ребята, у меня вот чуть-чуть есть головная боли. Вот чуть-чуть она у меня все равно есть. Сейчас давление проверяю, ребята, сахар проверяю, ребята. Питание у меня в последнее время низкокалорийное. Совсем низкокалорийное. Может быть, из-за этого тоже. Сейчас, может быть, себе что-нибудь из фруктов куплю и иду домой. Ребенка дома одно оставила. Но не одно, я сегодня Кадаму тоже позвонила, думала, он придет за супом, когда я буду. А он пришел, когда я у врача была с Кайданой. Сказала ему тоже, чуть-чуть внимания своей сестре уделяй, побольше, пожалуйста. Сколько мне можно вас просить? Слушайте, что говорю, кроме меня она никому не нужна, получается? Я говорю, ты для чего ее, брат? Ты когда ее в последний раз видел? На ее день рождения? Сегодня которое число? Может быть, говорю, все-таки, говорю, это самое, чуть-чуть строго с ним была, да? Может быть, говорю, все-таки, очухаешься? Я же тебя не забываю. Почему так быстро свою сестру забываешь? Я понимаю, у тебя друзья, я понимаю, что ты еще молодой. Но, дорогой мой, я в твои годы уже, говорю, приехала в Испанию, говорю, деньги зарабатывала для семьи, говорю. Ты понимаешь? С тебя никакого проса нету, с тебя ничего не просится. Будь счастлив, ходи по друзьям, ходи туда, ходи со своей невестой. Но это не значит, что ты должен забрасывать свою сестру. Я говорю, у нее вот так с позвоночником, говорю, она эту неделю, говорю, тяжелая неделя у нее, говорю. У твоей тети тяжелая неделя. Почему-то я в эту тяжелую неделю не забыла, что ты вот это любишь, вот это любишь, колбаску любишь. Вот так я с ними возилась, таскалась, ай, вот так. Ну, я не жалею, ребята, еще раз бы сделала. Ай, какая хорошенькая девочка, люблю детей, ребята. Вот когда они вот такие маленькие, какие проблемы, никакие. Сказала, хорошо, тетя. Хорошо, тетя. Сейчас же напишу. Я говорю, скажи ей, хочет ли она с тобой погулять, туда-сюда. Знаете, ребята, ей лошади нравятся, да, но она, когда маленькая была, вообще бредила ими. Я даже ей лошадь купила, но она потом стала бояться. Я ее хочу на конный спорт тоже записать. Ну, сперва пускай чуть-чуть походит, там, она возле нашего дома есть. Договорюсь, ей ничего не скажу, потому что если ей говорить, она ничего не хочет. Вот я ей скажу, там, давай туда, давай сюда, она ничего не хочет. Вот, запишу я ее на конный спорт. Сейчас уже холодно, ребята. Можно будет с ней на плавание походить. Похожу с ней на плавание, там возле нас тоже есть. Хотела домой, она не хочет. Давай, говорит, останемся на квартире. Я говорю, ну раз ты хочешь, давай. Потому что завтра она идет к своей подруге. Донде сталь кучи? В конце, а где? В тубошо? Акита. Она там договорилась со своей одноклассницей. И улыбается мой Алекс, красавчик. Он мне вчера песни отправлял. Я ему тоже отправила. Ну, он мне тоже. Исей, он говорит, что он подругу сделал. Она тоже, вот эта девочка на конный спорт ходит. Но они занимаются лошадями. С ней вместе не хочу, потому что я знаю свою дочку, знаю свою дочку. Она скажет, нет, туда я не хочу, я с ней не хочу. Она ей... Я этот... Интрамус, он какой-то фрукты. Парде мансон, а с кера. Сейчас зайду в фруктовый магазин. Не очень мне нравится этот фруктовый. Ребята, смотрите, какие лампы красивые. Особенно вот эта. Но я его хотела себе купить, вот эту лампу, да? Потом трогаю, они так приклеены. Это арабские лампы. Они так не очень... Они режут. Понимаете, да, пальцы? Они не как из Тиффани. Но, как вы там говорите? Потом вы на меня... Вот эту лампу я и тоже доченьке здесь купила. А ей так понравилось. Вот эту тоже я и покупала. Эти бабочки у меня есть. Баунс компрой. Сейчас куплю фрукты. Мне хочется хурмышки. Я люблю хурмышки. Это очень люблю. Какие лимоны, скажу Адам. Пускай мне пронесет лимон. Он араб. О, Амира. Эстатэня Бэна Пинта. 2,79 килограмм, ребята. Я несколько штук возьму с себя. Вы знаете, они не вяжут. Ну, сейчас их нету таких уже. Я помню, по молодости моя мама тоже очень любила хурму. Очень. И по молодости... 1,49 яблоки. Несколько штук возьму. Знаете, я думаю, что мне нужно фрукты кушать. Всем нужно фрукты кушать, да? У нас мандаринов в 3,99. Мандаринов, ребята, кошмар. Грушу не знаю. Вот не очень я любитель груш. Мандаринов, которые лучше, которые спали. Это лучше. Так, сейчас. Мандаринов. Он говорит, здесь. Я говорю, это хороший. А верно, мандаринов здесь. И как? Как это лучше? Это лучше, что там? Это лучше. Это лучше. Это? Это лучше. Мандаринов здесь. Мандаринов. Спасибо. Моя дочь мандаринов ест. 2,99 мандаринов, ребята. Килограмм. Как и он говорит, что эти лучше. Это лучше. Танаки? Тут цены нет, ребята, надо в перчатках все, но то, что я тронула, я то и куплю, вот эти четыре штуки возьму Что у него еще есть такое, чтобы взять себе Это норанха? Это норанха? Да, это норанха Моя дочь тоже сказала, что нет апельсинов Я говорю, если как раз один был апельсин, что-то этот не нравится Так, ну так И киви Она любит киви Хоть две штуки возьму, так А тут киви, вот они Кухамут киви пора ей У меня Есть там пару штук Она вот кушает апельсин, киви А больше я ничего не хочу, ребята Я не знаю Ого, кухай мы сом покито Да Керам мой покито Я буду виноград чуть-чуть возьмем Вот ела выкидывать, ребята Ну совсем чуть-чуть одну горсточку О, это большая горсточка Ну чей-ка Си, это не кисер дульсы Вот еста Вот это Одно укладу Это у меня есть Где стакари? Ребята, вот сразу видно, что у Мара Кейнз, да? Смотрите, зелень Зелень у него сколько хочешь, видите, да? Зелень у него есть Зелень у него есть Потом Этот И редиска Когда я летом Так искала редиску Так хотела сделать себе Этот Окрошку, да? Ребята, как плевал мой муж эту окрошку Сказал, фу-фу-фу-фу-фу Убери, убери, убери Это же не нужно кушать Вы вот это кушаете, ребята? Да Вы готовите вот это? Аркачёфас называется у нас В России я их Ну, у нас я их не видела, ребята Вот честно тоже говорю У нас даже я не знаю, как они будут называться Они, короче, вот так режутся, ребята Вот так режутся, вот так режутся Там внутри волосы Убираешь эти волосы И кушаешь Вот Бурак у них 1,99 Ребята Килограмм Килограмм тыквы 1,99 1,49 А, 1,49 А, смотрите, у него тут киви хорошие Ну ладно, уже мне неудобно сказать А, что это? 2,50 Ребята Даме 1,00 Ребята 1,50 Ребята 1,50 Ребята 2,50 Ребята 2,50 Ребята Это Килограмм 10 Килограмм 10 Килограмм 10 Килограмм 400 Рублей Килограмм Короче Так получается, да? Правильно я сказала? Или неправильно я сказала? Сейчас начнете обратно смеяться, что, мол, специально я так говорю, чтобы там на комментарии нарываясь. Ни на что я не нарываюсь, ребята. Я уже нарвалась на то, что надо нарваться. Я уже и так. У меня аж запах этот... Вот я же говорю, вот организм мой поменялся. Вот это масло прям, как будто я выпила это масло. Смотрите, какая капуста здоровенная. 69 килограмм. Какая капуста? 15 евро. То, что я купила, все. Ну, 1500 рублей, да? Сейчас так хорошо, ребята. Сейчас один к одному, да, получается, да? Один к сто получается. Опять она стала пипикать сегодня. Хоть батареи поменяли, все поменяли. Ну, ладно. Ой, мои золотые. Еду домой. Вроде бы сегодня день прошел удачно. Без происшествий. Знаете, ребята, мои золотые. У всех есть у нас проблемы. У всех. У кого-то она больше, у кого-то она меньше. Просто нужно справляться с ними и стараться справляться, чтобы эти проблемы нас не съели. Вот. Нет плохой погоды у природы. У человека тоже так должно быть. Так что давайте, ребята, мы все можем. Давайте вперед. С песней. То, что нас не убивает, нас делает сильней. Ну, так. Целую вас, обнимаю вас. Люблю вас, ребята. Еще раз я говорю, сколько нас, хороших людей. На хороших людях земля держится. Давайте быть добрее. И давайте любить. Просто так. Не вопреки ни за что. Да. Короче, давайте не разочаровать. Ни вы меня, ни я вас. Но вы меня не разочаровываете. Вчера, вчера одну девчонку, вчера одну девчонку я послушала, да, этот. Она очень плохо говорит на русском. Она озерважанка. Она меня смотрит. Она понимает, видать, русский язык очень хорошо. Ну, да, раз она меня смотрит. Она понимает русский язык хорошо. Я не пристегнула. Сейчас пристегнусь. Но, говорит, она плохо на русском, потому что она живет в таком месте, где ей русский язык абсолютно не нужен. Она, этот, врачом работает в детской поликлинике. Она мне так красиво сказала. Мы твою семью любим. Я твою семью люблю. Только из-за тебя. Сейчас пристегнусь, ребята. Так что ты скажи своей семье, пускай тебя семья не обижает. Если она тебя будет обижаться, мы твои... Я лично, она говорит, что она лично перестанет любить мою семью, потому что у нее душа за меня болит. Понимаете? Это так по-родному звучало. Так по-настоящему прозвучало. Вот, понимаете, иногда же бывает, вот чувствуешь, да, что тебя там, ну, там, короче, обманывают или там что-то, да. Ну, вот, было, да, вот, от души. Мне сегодня родственница тоже одна звонила. Тоже поддерживала, другая тоже. Короче, многие, кто меня поддерживал. Из Германии меня девочки очень хорошо поддерживают. С Канады мне очень хорошо, с Америки меня хорошо поддерживают. С России, с Украины. Нас мало или много, но мы все хорошие. У меня очень хорошие подписчицы. Знаете, я же вам говорю, уже даже не подписчица, уже даже семья. Поэтому меня задевает, ваше слово, потому что мы одна семья. Ну, а в семье всякое бывает. Не всегда же, не всегда же все кажется замечательно. Так что, как мы семья, иногда ругаемся, иногда, иногда всякое бывает. Ну, как в семье, да, ребята, как-то вот так. И у меня еще одна, одна есть, там, Жанна из Махачкалы, да. А этот, она меня смотрит, ей тоже большой привет. Да, у нее дочку... Блин, забыла, как ее дочку зовут. Сейчас я скажу. Она меня, говорит, так любит. Ну, я так, я так поняла. И мне это так приятно, ребята. Сейчас я вам скажу. Ой. Ее, Абишкину маму. Вот, Абишкина мама, ее зовут Жанна. Она, говорит, так тебя любит. Она тебя, говорит, смотрит. Прям так она за тебя переживает. Она так, огромное спасибо. Не переживай. Не такое мы еще проходили. И не такое мы одолевали. Так что мы все одолеем. Мы сильные. Вот так. Магомедова, тебе тоже огромное спасибо за все, Магомедова. За то, что ты рядом. И плохие, и хорошие моменты. Вам всем спасибо за все. За вашу поддержку. Я вас крепко обнимаю. Я восхищаюсь вами, как всегда. Вы меня никогда не разочаровываете. Надеюсь, что я вас тоже не разочаровываю. Знаете, мнения бывают разные, да? Что у вас, что у меня. Но самое главное, она идет от глубины души и от любви. Все, кто мне посоветовал. Я же в том ролике тоже об этом говорю. Я вижу, какую любовью вы советуете. Не имеет значения ваши советы. Вот вы думаете, до меня не доходят или доходят. Зато я вижу, как вы переживаете, что вы вот со мной, ребята. Это самое главное. Я тоже с вами. А ошибки у нас у всех есть? У вас нету? Да, конечно, есть, ребята. Вы что? Мои золотые. Мои дорогие. Знаете, один мальчик есть. Мне в инстаграме пишут. Ему 20 лет. Из Махачкалы. Он меня смотрит. 20-летний мальчик меня смотрит. Из Махачкалы. Красавчик мой. Другой тоже есть, который в Турции. Тоже мне говорит, я вас смотрю. Говорит, не всегда сейчас работаю. Не получается. Как вы? Как вы же? Вот это все меня, конечно, ребята, наполняет гордостью. Какие у нас люди. Понимаете? Какие у нас отзывчивые люди. Просто так мимо чужой беды не могут пройти. Молодцы. Молодцы. А это не всем дано. Вы не думайте, что на это каждый способен. Нет, ребята, не каждый способен. Это только наш народ такой. Русско-язычный. Понимаете? Только мы такие. Где ты пояс, Мур? Я говорю, иди, говорю, туда, там найдешь, говорю. Дочку одну оставила, не люблю, когда она одна. А она, наверное, кайфует, наверное, думает. Ой, как хорошо. Ребята, какая молодец, а. Хорошую оценку вытащила. Я говорю, какая ты умница. Она говорит, это я ради тебя. Я говорю, ради меня зачем ты ради себя? Она говорит, нет, тебя обрадовать хотела. Конечно. Ребята, что мне там обрадовать, да? Да ладно? Вот я вам честно, откровенно говорю. Хорошо. Конечно, я рада, ребята. Это как не радоваться. Да, ребенок постарался, вытащил хорошую оценку. Ну, это же ради нее. Мне на второй год не осталось. Сдала все на тройке. Хватает, ребята. Потому что эти школьные, вот, фе. Ну, знания никогда не мешают. Не говорю, что мешают, да? Кому не хочется, чтобы их ребенок там одни десятки, одни, ну, десятки, десятки, одни пятерки приносил, да? Да, конечно. Комукера, скорее всего, я не знаю, там, говорит, есть, говорит, но это далеко. Я понял, какая разница? Это, ну, есть приводов? Это, конечно, камьян, если вы видите. Можно, здесь можно оставить. Вот так. Вот смотрите, ребята, я вам уже один раз в ролике говорила. Вот, и смотрите, какой большой дом. Вот этот весь дом. Ну, вот это все, вот, сейчас я вам покажу. Это одного человека, да? Там муж и жена, и двое детей. Вы знаете, вот смотришь, да? Когда они этот дом строили, вы бы увидели, сколько тут, сколько тут рабочих работало. Вот он, красный этот дом. И сейчас. Вот такой вход у него, да? Он такой большой, ребята. У них собственная клиника есть. Мне кажется, собственная клиника. Или, не знаю, вот что-то, вот сейчас не помню, ребята. Потому что могу сказать, а может быть, я ошибаюсь по этому, да? Вот просто у меня вот бывает иногда, да? Вот какой-то там заходит информация неправильная, да? У нее Порш Каян, ребята. Вот у этой женщины. Порш Каян. Вы посмотрите, какая большая. Вы знаете, какая дорогая эта стройка, ребята? Дорогущая, да? И в этом месте, где они построили это, вот эти улицы, они были... Сейчас они, сейчас они тоже дорогие, но тогда, когда они покупали, она вообще пики была в моде, вот эти улицы. Вот. Что вы думаете, ребята? Вот у нее двое детей. Ребята, муж... Она оставила работу, потому что двоих детей родила. Это стала счастливая, такие счастливые, все. Ходила я, не я, короче, да? Думала, что, ну вот, дом построила, клинику открыла там, да, с мужем, да, все. Девчата, муж сказал, иди ты в баню, да, иди ты в баню. Знаете, сколько лет она судится за этот дом? Если вы ее видели, она как тряпка стала, такая красивая женщина. Она как тряпка стала. Вот этому мужчине ни дети не нужны. Этому мужчине ничего. Он сделал такой заработок, как будто у него там на минус идет все. Короче, чуть ли не она должна ему платить, еще она детей. Он сказал, эти дети еще мои, не мои. Она ДНК там доказывала, судилась. Сколько она денег на адвоката потратила, ребята? Она когда вот, она купила новую Поршка, это уже сколько лет, когда вот только выходили вот эти Порши, да только вот эти высокие стали. О, сейчас вы видели, как он у нее стучит так-так-так-так, как будто там, я не знаю, Запорожец, наверное, так не стучит, как, ну, как будто по, по этому. Еле-еле душа в теле, ребята. Этот дом отапливать. Она не может, потому что дорого, ребята. Свет только в зале включает. Вот она это говорит лично. Я откуда вы это знаю? Потому что она же мне не подойдет это рассказывать. Вот она. В магазине, где моя сестра работала, вот эта хозяйка магазина, она туда часто заходила, сумки там покупала, это покупала, то хозяйка магазина, с ней очень близких отношений было. Вот тогда началась, вот у них там, может, там, не знаю, то ли он с другой, то ли, я не знаю, вот в чем, ну, наверное, да, там. Этим мужчинам верить разве можно? Дети у него учатся. Дети учебу бросили, потому что оплачивать надо учебу. Это же не просто в университет ты поступил, там же оплачивать надо. Здесь все оплачивается, девчата. Здесь бесплатных нет университетов, не институтов. Там какой-то процент, если ты там на все десятки учишься, там какой-то процент тебе, да, выплачивается. Ну, какой-то процент ты должен. А вот этот маленький процент, который тут, так еще же проживание, ребята, не всегда тебе дают обшежитие. Это у нас в России, сейчас не знаю, ребята, не могу, но когда я там жила, да, можно было на бесплатное, если ты головой все этот сдаешь, да, можно было бесплатно выучиться. Но все равно, а сколько было людей, которые приезжали из сел, это за квартиру надо платить еще продукты из дома, но все равно на автобусы тоже это деньги стоило. Знаете, тоже. Так что вот так, ребята. Вот смотришь, вроде все у нее было, да, как она жила, да, как сыр в масле каталась, как она ходила, ребята. Землю не чувствовала. Здрасте, никому не говорила. Вот так. Так, а сейчас голову вниз отпустила, такая несчастная. Вот так, ребята, понимаете? Иногда, иногда тебя жизнь так ударит, да, что не ожидаешь. Что не ожидаешь. Она заходила сумки покупать, она даже с моей сестрой не здоровалась. Понимаете? Давай поднимемся сами на коляске. Ой, такой, такой лифт уже маленький, ребята. Даже коляской еле-еле. У маэстро тоже училась. Чуть-чуть широкую коляску я купила для Адама, не заходила коляска. Если коляске заходит, ты не заходишь. Вот так, еле-еле боком. Ладно, ребята, давайте я вас оставлю. Целую вас, люблю вас. Еще раз вам говорю спасибо вам большое-большое за то, что вы всегда со мной.